Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет заблокирован. О том, насколько весомы эти слова и какую роль выполняет Пригожин, мы поговорим с руководительницей проекта «Русь сидящая» Ольгой Романовой. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. В чем секрет популярности Пригожина? Он свой. Он свой для очень многих. Он популярен среди заключенных, среди членов семей заключенных, среди, по-сурковски выражусь, глубинного народа. Он говорит на их языке, он обращается к самым таким внутренним чувствам. Надо сказать, что еще Пригожин добавил, что последует репрессия по отношению ко всем тем, кто смотрит YouTube. Ну, то есть миллионы и миллионы человек. Если учесть, конечно, что очень большая часть контента на YouTube, она вполне себе либо развлекательная, либо пропагандистская, то, в общем, я не думаю, что кто-нибудь скажет ему спасибо за такое прекрасное предложение. Это, конечно, очередная его ошибка. Он начал делать ошибки. Одна ошибка была очень большая, он за нее расплачивается. Это известное видео, когда заключенные, воюющие в Украине, в ЧВК «Вагнер», обращаясь к главе генштаба Герасимову, произнесли в его адрес самые ужасные слова. Какие? Я боюсь их повторить. Но дело в том, что это не слова. Это был ритуал. Они исполнили ритуал. А что они такого сказали? Они опустили главу генштаба. А поскольку... А это посчитали чем? Оскорблением вооруженных сил или ЛГБТ-пропаганды? Это что из этого? Ну, собственно, это означает, что начальник генштаба теперь у нас угловой петух. То есть обряд проведен, и там присутствовал Пригожин, который его одобрил. Дело в том, что наш Путин, наша общая беда, он у нас же тоже выращен в этой культуре. И мы же помним, он прекрасно понимает и промочить сортири, и сопли жевать, и так далее, и так далее. И вообще у него тюремная культура, криминальная культура, она ему близка и понятна. И он вообще, конечно, увидел и понял, что сделал Пригожин. То есть явно не санкционированная, прилюдная, при всей стране, которая тоже все понимает, опустила начальника генштаба. Это была большая ошибка. Ну и, собственно, отсюда и возвышение Герасима, то есть ответ, 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 и понижение Суровикина. И вот сейчас, как минимум, вторая ошибка. Потому что хорошо, конечно, он заблокирует, ну, не знаю, бильд на русском, который существует в Ютьюбе в том числе. Да, но он заблокирует заодно и Соловьева, и Симоньяна, и прочее, прочее, прочее. Нельзя взять и заблокировать бильд, а Симоньяна оставить. И, конечно, никому это не нужно, и прежде всего от Симоньяна ему первый прилетит. А это, в общем, тоже достойный противник. Ошибки, ошибки. Ну, если говорить тогда о его реальном влиянии, есть губернатор Петербурга Беглов, которого он вроде как хотел уволить, пытался уволить, но не смог. Да что говорить, есть директор музея в Екатеринбурге, которого он тоже хотел уволить и не смог. Так каково же реальное влияние, Пригожин? Реальное влияние велико было еще совсем недавно. Хотя бы потому, что мы все с вами увидели заключенных, которых мало того, что он забрал из тюрем, из мест лишения свободы, без решения суда, и вообще без закона, без чего бы то ни было. Он их еще и часть выпустил на волю. Да, это короткая воля, они должны очень скоро вернуться на фронт, но какие-то у них есть бумажки о помиловании. А миловать может только президент, чего он не делал. Или делал секретно. Или делал секретно, но тогда это секрет от участкового, например. И секрет от суда, и секрет от ВСИН. Какой-то секрет-то, да? Секрет так секрет, это же не от нас с вами секрет, а, видимо, от всех. То есть у нас получилось как? У нас получилось, что есть ветвласти судебная, которая имеет право отменить приговор, отпустить условно-досрочно, снять судимость. Нет, суды не обращались. Есть ветвласти парламент, который объявляет амнистию. Амнистия объявлена не была. Есть ветвласти президент, который выпускает указ о помиловании. Если он публичный, ну его нет. Нет, если он секретный, то вообще непонятно тогда, почему они на свободе, и об этом должен знать товарищ милиционер участковый. Значит, есть четвертый ветвласти, пригожин, который милует сам. И это нормально. То есть для того же товарища милиционера. То есть можно забрать, и ВСИН слово не скажет, и можно отпустить на волю, и дяденька милиционер, так же как суд и прокурор, тоже слово не скажет. То есть это серьезная вещь. Ну а потом человеку, у которого, ну в общем, почти стотысячная частная армия, это серьезная штука, конечно. Это серьезно. 40 тысяч одних заключенных, плюс те, кто был в Вагнере, плюс африканская его часть, и плюс все-таки у него огромный потенциал еще вербовки в зонах. Конечно, он серьезный чувак, да, безусловно, который, кажется, просто получил несколько раз по носу довольно существенно. Ольга, а вот эта вербовка заключенных, она продолжается? Да, она продолжается с новой силой. Была очень серьезная остановка этого процесса в декабре, которая была, конечно, связана с внесудебными казнями, с публикацией этих роликов. А, собственно, внесудебные казни были связаны с массовым бегством. Заключенные осенью побежали. Пошли сдаваться в плен массово, пошли дезертировать. Это еще связано с запуском украинского, так сказать, очень удачного проекта «Хочу жить», когда ты можешь написать смс, что тебя выведут по телефону к окопам, так что тебя не пристрелили бы украинцы, собственно. Ничего себе. Если нас смотрят заключенные «хочу жить», да, ну, ищите и сдавайте, сидите. Потому что надо жить, а не стрелять в украинцев. И отсюда внесудебные казни. Отсюда внесудебные казни. Он припугнул, и бегство остановилось. Потому что это была проблема еще и для приграничных территорий. В Ростовской области, в Воронежской, в Курской, в Белгородской. Везде висели объявления, вот ищут этих, ищут этих, ищут этих дезертира. Да, но эти внесудебные казни остановили не только бегство, но и вербовку. И если раньше вербовали по 300, по 400 человек, то сейчас вот 20-30. Вплоть до Нового года. А когда он торжественно презентовал первых 20 отпущенных, да еще в МГИМО без экзаменов, в МГУ без экзаменов, потом в Государственную Думу практически без выборов, да, с судимостью. И вчера нам показали больничку, собственно, дочери Путина в Питере, где вот, где лежит Путин и вот зэки. Просто чудесная история. И, конечно, это на неокрепший мозг влияет очень сильно. И эти неокрепшие мозги с новыми силами пошли записываться на войну. Вы наверняка имеете опыт общения с семьями этих заключенных. Да, обязательно. Как они это воспринимают и в момент вербовки? Многие ли из них поддерживают выбор своих родных? Все по-разному. Все по-разному, но я бы сказала, что большинство не поддерживают. Не поддерживают по разным причинам. Но прежде всего есть понимание о потерях. По крайней мере, есть ощущение о потерях. Им это передается. На сегодняшний день 40 тысяч завербованы, из них 77% не в строю. Это 30 тысяч. То есть 40 завербовали, 30 тысяч уже их нет. Их нет в строю, но это боевые и небоевые потери. То есть это убитые, это трехсотые раненые, это сдавшиеся в плен, и это пропавшие без вести. То есть сколько из них мертвые, я не знаю. Но 77% не в строю снято с учета. Ольга, вы много лет боролись в том числе со стигматизацией бывших заключенных. Когда они выходят на волю, они часто сталкивались с определенным отношением к себе. А сейчас, когда вы видите, когда эти люди, не отсидевшие срок, попали на войну, погибли там, и в память о них вешают доски на школах, что вы чувствуете? Ну, вы знаете, я с этой проблемой, конечно, мучаюсь вообще всю войну, потому что, в общем, это было очевидно, что это какой-то крах моего большого жизненного проекта, посвященного, собственно, заключенным действиям, дейссигматизации, рессоциализации, там, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я просто как-то почувствовала какую-то предательность с их стороны. Но, во-первых, я вижу тех, кто остается и кто, на самом деле, рискуя очень многим, очень многим старается проводить там какую-то свою работу и рассказывать, что не надо записываться. Во-первых. Во-вторых, все-таки, вы что думаете, Навальному не нужна будет ресоциализация. Там как раз и политзаключенные, и люди, которые попали сейчас по самым разным причинам в тюрьму, они все равно будут нуждаться в помощи общества. У нас до войны, до войны, три четверти политзаключенных, это были члены религиозных организаций. Прежде всего, свидетели Иеговы и Хизбут-Тахрир. С ними-то что делать? И уж свидетели Иеговы, их меньше всего можно заподозрить в том, что они взяли в руки оружие. Возьмут в руки оружие. Да, естественно, естественно. То есть и по-прежнему, конечно, остается борьба вот с такими несправедливыми, абсолютно безсудами, бесправными приговорами и помощью этим людям в восстановлении своей, конечно, сломной жизни. Но вот эти доски, они как-то свидетельствуют о том, что отношение к бывшим заключенным в российском обществе меняется. Я думаю, что да. И меняется совсем не в ту сторону, которую бы я хотела. Я очень слежу внимательно за судьбой заключенного, который был звербован одним из первых. Его зовут Андрей Ястребов. Молодой парень, который, собственно, называется Крадун. Это не вор, это Крадун, который за кражей сидел все время. Простите, а в чем разница? Вор — это человек со звездами на плечах. О, Господи. Это Шакро молодой. Это вор. А если вы назовете вором человека, который крадет, это будет странно. Это кража, который украл сосиску в супермаркете. Это другое. Ну, это уже, что называется, правдеформация. Так вот, его встретила женщина, чья дочь, собственно, потерпела на руках этого человека. И она сказала, что ну что ты, ты кровью смыл, мы все тебя прощаем, ты герой, ну что ты, что ты, что ты. Это Ленинградская область, это не медвежий угол. Совсем нет. Действительно, люди относятся так, но к тем, у кого нет на руках крови. Хотя, с другой стороны, знаете, есть такой, ну, собственно, небольшой поселок под Ярославлем. Они недавно устроили бунт. Вот настоящий бунт. Им пришла похоронка, то есть тело, я даже запомнил, как его зовут, Евгений Лосев. Носельчанин, который погиб. И бунт был насчет того, а где военный оркестр, а где салют, а где почти, а где мемориальная доска. Этот человек поджег дом, который расселяли, ну, собственно, для расселения. И там оставалось две семьи, они погибли. Ольга, вы сказали о том, что был момент, когда довольно многие бежали с фронта, из тех, кто был завербован, в том числе в местах заключения. Насколько вы доверяете информации о том, что действительно кто-то из них мог проникнуть за границу, мог попросить политического убежища и сейчас дает показания? Ну, собственно, мы знаем известный уже кейс всем Андрея Медведева, к которому я призвала бы относиться очень аккуратно. Поскольку мы знаем лично, вот я знаю Андрея Медведева, мы занимались его кейсом несколько лет назад. Он сирота из Томска, он сибирский сирота, который, ну, знаете, он несколько раз сидел. Я бы сказала бы из-за того, что у него синдром сироты, российские сироты, они инфантильные, совсем не знают ничего про деньги, про их природу, он не умеет с ними обращаться, да, то есть там какой-то коммунизм насчет денег в голове. Ну, и нет логической связки между собственными поступками и их последствиями. Очень тяжело с этим. То, что он рассказывает, что он был командиром в ЧВК Вагнера и видел несудебные казни, это все вполне возможно, ну, кроме того, что вряд ли он был командиром. Без военного опыта, без авторитета среди заключенных, потому что, ну, его статьи и его образ жизни не подразумевают этого дела. То есть он не мог никем и ничем командовать. Ну, и история, что он зачем-то выбросил жетон, зачем? Означает, что у него нет доказательств того, что он вообще там был. Поэтому я не знаю, я бы относилась к его словам с большим скепсисом, ну, по крайней мере, в части того, что он чем-то командовал. Ну, и, конечно, рассказ, как свистели пули над его головой, когда он шел по тонкому льду, перебираясь через границы, но он тоже такой очень романтичный. Чрезвычайно, я бы сказала, романтичный. Ольга, последний вопрос касается переговоров по военнопленным и просто людям, которые удерживаются на территориях. Насколько вам известно, эти процессы продвигаются? Ну, конечно, мы все очень внимательно смотрели, те, кто занимается обменом на встречу в Турции двух омбудсменов, турецкого и российского, там были очень серьезные переговоры, было объявлено о том, что договорились о большом обмене, и процесс сейчас застопрился. То есть это всегда межгосударственные переговоры, и если мы когда-нибудь узнаем подробности, из-за чего это застоприлось, это будет явно не завтра, через много-много лет и после открытия архивов. Но этот процесс идет, к сожалению, российская сторона никогда не подтверждает то, что в России удерживаются мирные граждане Украины, просто похищенные на оккупированных территориях. Причем мы иногда знаем точно, вплоть до номер камеры, где сидят люди. Мы каждый раз с вами здесь встречаемся в эфире, вот с марта, и с марта месяца я каждый раз говорю, Роман Войко, 56 лет, захваченный в Гастомеле, вот он до сих пор там, так же как, мы ничего не знаем в состоянии здоровья, так же как и многие-многие-многие другие похищенные украинские граждане. Нам доходят сведения о пытках, адвокаты и российские, и украинские их фиксируют, то есть когда люди освобождаются, их меняют, с ними идет работа, с ними все равно идет работа, и мы узнаем новые имена, кого они еще встречали, кого видели, чьи фамилии слышали, как с ними обращались. То есть каждый раз эта картина становится все более и более полной, но этот процесс нам на годы, на долгие-долгие годы. Ольга, уточню один момент, а вот те, кто сдаются в плен и не хочет, чтобы их возвращали, их могут возвратить против их воли? Нет, история с Нужином, который подписал, он подписал согласие на обмен, но это типичная история человека, у которого отсутствует логическая связь между своим поступком и их последствиям. То есть по-прежнему захотел, сдался в плен, захотел, вспомнил про семью и про сына, решил вернуться, а то, что Вагнер ему обещал внесудебную казнь, это вот Бог не выдаст, свинья не съест, наша любимая. Бог выдаст, свинья съела. Спасибо большое, Ольга, что пришли и ответили на вопросы. Спасибо.